На чем лучше ездить в Абхазию? На своей машине или поездом? К очередному туристическому сезону готово новое расписание поездов. Добраться до наших курортов можно теперь из Москвы, Питера и даже из Пскова. К ежедневному поезду, следующему по маршруту Сухум-Москва, добавилось еще несколько поездов, следующих по другим направлениям. С увязкой к старым нашему движению, значит на сегодняшний день у нас с 30 числа, 30 мая пойдет поезд полносоставный Санкт-Петербург-Сухум, он будет ходить два дня подряд, потом на следующий день пойдет Белгород-Воронеж-Сухум, тоже полносоставный состав. И московский поезд, который будет ходить ежедневно. Значит, помимо этого, к поезду Санкт-Петербург-Сухум будет прицепка Псков, там один вагон или два, в зависимости от загруженности состава. Вот это три поезда у нас будут, которые ходить ежедневно. И плюс с 1 июня у нас пойдет электропоезд Адлер-Гагра, который будет ходить ежедневно и два рейса в день выполнять. Цены на билеты в целом не очень высокие. В разгар сезона стоимость билетов на самолет будет выше. Берем московский поезд, плацкарт стоит 3510 рублей, билет купе 5770, СВ 11300. Значит, касательно Ленинграда, плацкарт 4730, купе 7930. Вот, Белгородский, значит, плацкарт 3530, купе 5810. И эти суммы я называю до конечных. Ну, загруженность на летний сезон у нас практически полный. По словам Игоря Моргания, недостатков пассажиров нет. Почти каждый поезд отправляется полный. Однако мы решили опросить и непосредственно самих пассажиров. Так на чем все-таки лучше перемещаться? А вот вы часто ездите, допустим, на поездах? Ну да, конечно. А вот как вы считаете, на чем удобнее ездить? Допустим, на своей машине из какого-то города, даже из далекого, или на поезде? Нет, почему на поезде ездить, с нашей станции тем более. Мне так удобнее. Ну, я думаю, что это зависит от человека, что ему ближе, машина или поезд. Сейчас такие поезда, я думаю, что быть какой-то компанией и поехать с друзьями, я вообще считаю, что это лучше поехать поездом. Как выясняется, наши люди поезда любят и путешествуют на них с большим удовольствием. Самый большой минус поездки на поезде – это время. Только досмотр на границе занимает целый час. До Москвы ехать почти 40 часов. Но эта проблема не конкретно от железнодорожного сообщения с Абхазией. Поезда вообще ездят медленно. Однако, может оно и к лучшему. Ведь если путешествуешь большой и веселой компанией, время проходит незаметно.